Добрый день! Сегодня мы встречаемся с известным популяризатором математики Алексеем Саватеевым. Совместно с компанией ITV Group 23 января 2020 года он прочтет свою первую открытую лекцию в Нальчике, а с сентября 2020 года откроет цикл лекций для молодых учителей и будущих специалистов. Локацию мы выбрали не случайная. Это Московский мультимедиа-арт-музей, где сейчас проходит выставка фонетического искусства Франциско Инфанте. Она, как вы увидите, неразрывно связана с математикой, физикой и в целом науками. Об этом и не только будет наш разговор. Алексей Владимирович, мы начнем с того, что вы приезжаете в Нальчик впервые. 23 января у вас будет открытая лекция. Кому посвящена эта лекция? Кто ваше телевая учителя? Нет, начнем все-таки с Нальчика. С Нальчика? Да, потому что я ни разу в нем не был. И вообще не был в Кабардино-Балкарии, а был я во всех регионах, кроме семи или восьми. Там вопрос, как считать автономные округа. Ну, в общем, я посетил уже практически все регионы России. И, конечно же, ставлю задачу посетить все. А почему решили в Нальчик? Вас кто-то пригласил? Мурат. Мурат Алтуев, ExxonSoft. Позвал меня в Нальчик. Я сразу согласился. А с какой целью, расскажите? Ну, во-первых, посмотрев, чем занимаются Мурат и его производственное объединение, я сразу понял, что вот этим людям точно нужна очень хорошая математика. Ну, мне кажется, у них и так все хорошо с математикой, разве нет? Нет, не совсем, потому что не хватает, как бы у тех, кто там уже работает, наверное, все хорошо. Но дело в том, что его организация, объединение, не знаю, как это называется, да, оно очень требует расширения. И Мурат говорит, что он может съесть любое количество умных выпускников. То есть есть нехватка кадров? Да! Вот мы и выяснили, зачем вы будете читать лекции. Да, совершенно верно. И теперь расскажите, значит, чему посвящена первая лекция. Я знаю, что у вас есть YouTube-канал, у вас есть целая армия поклонников вообще и последователей. Ну, есть, да, есть. И вы действительно гастролируете. То есть я на Кавказе очень много. Да, и вы гастролируете по разным городам России со своими открытыми лекциями. Да, да, да. Вот кто ваша целевая аудитория, самая разная? Сказать это нельзя. Сказать это нельзя. Друзья, вот если речь идет там о программе 100 уроков математики, здесь можно сказать. А что касается открытых лекций, которые я провожу по России, целевая аудитория не имеет никакого определения, это самые разные люди. То есть вы приходите в зал, где у вас должна пройти лекция. Да, и говорю, ребята, там название лекции, да? А бывает еще, как? Бывает, что я даю там 7 названий лекции или 5 за пару месяцев до мероприятия. Да, вот меня позвали в город Н, в какой-нибудь регион. Вот, кстати, в Нальчик вас позвали. В город Н. Ну, в Нальчике мы решили тему вместе с Муратом выбрали. Мурат, на самом деле, нашел лекцию «Волшебная школьная геометрия». Вот, расскажите нам про эту город. Вот. И вот эта тема, она хороша тем, что она абсолютно универсальна. Вот. Она реально для всех. А так как мы приезжаем в Нальчик первый раз, я еду, да? То первая лекция должна просто быть с максимально широким охватом. И вот здесь лучше эту тему не придумаешь, потому что на эти конструкции красивые визуально, да, наблюдаемые. Кстати, как у нас здесь. Красивая, интересная конструкция. Мне, кстати, кажется, что кинетическое искусство, как и, в принципе, искусство, оно тоже универсальное для всех, как и геометрия. И вокруг вращается этот. Ну, они перпендикулярны. Вот эти две перпендикулярны. Третья остается всегда перпендикулярной. Мне кажется, это вот наглядный пример, когда математик мог заниматься искусством в том числе. Им обоим. Так она остается... Сейчас, а как это может быть? Как это может быть? Нет, я сейчас пытаюсь понять, как это может быть. Отдельная задача, между прочим, для хорошего школьника – написать уравнение движения вот этой вот самой внутренней быстро вращающейся точечки, какой-нибудь из них там. Ну вот, пожалуйста, волшебная школьная геометрия. Да, мы сверим, насколько вообще искусство и математика дружат. Ну, посмотрите. Вот берем этот вот арт-объект, да? Да. Во-первых, он красив сам по себе. И гуманитарий уже скажет, что зачем мне ваши формулы? Вы посмотрите на эту красоту, да? Божественная красота, рукотворная при этом, да? Да. Но если человек хоть чуть-чуть математик, он начнет выяснять, вот что там происходит, как оно. Если человек по-настоящему математик крутой, то он начнет выписывать сразу уравнения. Видите, все возрасты покорны, да? В волшебной школьной геометрии все возрасты покорны. Как мы отлично закольцевали вообще. Да. И вот те сюжеты, которые будут в Нальчике, они как раз такие. То есть, кому-то просто посмотреть и полюбоваться. Красотой, да? Да. Кому-то намекнуть на решение, и он до конца не может освоить, потому что он еще маленький, например, или давно забыл наоборот математику. А кто-то, он будет понимать все. Поэтому волшебная школьная геометрия, она просто для всего города. Вот поголовно для всего. Начиная там с 10 лет. И старый млад. Да, и старый млад. И крутой в математике, и начинающий, и тот, кто до этого вообще ее не любил. Всех зовем в Нальчик 23 числа. Всех жду. Ну и дальше будет открываться уже большой проект взаимодействия. Проспект взаимодействия меня и города Нальчик. И это будет уже сентября. Да, мы начинаете надеемся. Это будет действительно здорово. Алексей Владимирович, тогда расскажите, пожалуйста, уже как раз о этих лекциях. А вернее даже о цикле лекций. Которые. Вот 100 уроков в математике. Да. Вот расскажите, что это такое. Опять же, это инициатива ITV Group и Мурата Алтуева, правильно? Ну, 100 уроков в математике это просто то, что я начитал. Ну, как бы лично я придумал и начитал. Ну, Мурат нашел их в интернете. Ага. И его дети учились по ним. Ну, дома учатся там, смотрят их. Ага. И он хочет, чтобы они приобрели нормальный такой завершенный вид. То есть вы хотите это собрать, структурировать и вложить в головы чьи? Вот как можно большего количества учеников. Вообще… Учеников вузов, школ. Нет, нет, нет. Это школа. Вообще это школа. Значит, 100 уроков. Нет. С самого начала. Что такое 100 урок в математике? У нас есть как бы обычная базовая школьная программа, которая первые 4 года учит детей складывать и иногда аккуратненько умножать. Угу. То есть вот 4 года вырывается из жизни ребенка для того, чтобы он сто раз подряд сложил, там, вычел, умножил и разделил. Вот, кстати, как на этих картинках. Да. И, так сказать, понятно, что многим школьникам этого мало. Там 15, 10, 5, 15 процентов школьников я не знаю, но точно, что примерно такая цифра, может, и больше. Скучает. То есть вы хотите сказать, что это время они тратят впустую, по большому счету? Те, кто не занимаются дополнительно, те его тратят впустую. Но сейчас понятно, что все лезут в интернет искать дополнительных занятий. Разве все? Ну, вот все из этих, как бы, указанных. Из этих 15 процентов, да? Да. Да. И они лезут в интернет. Они находят много всего. Они находят головоломки. Они находят какие-нибудь там развлекаловые игры, да? Все находят. Но могут, в том числе, найти какие-то задачки, упражнения там для любознательных. Но очень редко они находят то, что действительно приводит потом к науке. Вот настоящей, да? А ваш ацент привести способных учеников к науке? Ну, в общем, да. Потому что чем бы они не занимались, какой бы наукой они не занимались, в сердце все равно математика. А вот хочу понять, откуда это желание? Потому что вы сами страшно влюблены в математику. Ну да. Нет, а чем они еще будут? Вот, допустим, 15 процентов. 10-15 процентов. Что будут делать? Ну, это вот для остальных. Для тех, кто с трудом складывает. Вычитаю, для них телефоны вот эти. А для тех, кто может, нужно как бы ставить большие цели, да? Ну, человек скучает на уроках, человеку нужно решать задачи, человеку нужно двигаться вперед, да? Человеку нужно развиваться в математическом плане, постигая все новые высоты. Математика в этом смысле очень хороша. Потому что в обычной науке ты вышел на некоторое плато. Да. И дальше, в общем, интеллектуального роста нет. Ну, во всех науках, кроме математики, это так. Ты достигаешь плато, а дальше по нему бегаешь, собираешь там гранты, премии правительства, у тебя ученики пишут, ты их вытаскиваешь за волосы на это плато, да? Или копаешь в глот. Или копаешь в глот. Ну, вот в том-то и дело, что это все уже на плато происходит. То есть, ты дополнительного интеллектуального роста не происходит в науках, вот кроме математики. Этаж за этажом. Вот каждый раз ты освоил новый этаж и вдруг понял, что ты полный дебил, что ты не знаешь вот этого этажа. Вот я хочу вылезти. Следующий пошел, блин, я опять, я же не знаю следующего, да? И вот в математике нет никакого предела вот этого роста, в отличие от других наук. Почему и математика? Это ответ на вопрос, почему математика. Ну, какое искусство? Кстати, мне кажется, у него тоже нет пределов. Ну, не знаю, ничего искусства, потому что искусство, это совершенно из другой области просто. Ну, как бы искусство, оно есть искусство. А вы себя не относите к этой области? Вот, мне кажется, есть… В области искусства? Нет, я к искусству никакого отношения не имею. А мне кажется, что математика – это искусство. И поскольку я понимала, что понимаю, я оцениваю ее как красоту мира. Ну да, вы имеете в виду вот это конкретное искусство, которое вот все на математике, да, здесь основа? Ну, хотя бы синематическое, да. Здесь действительно такое очень специфическое искусство. Мне кажется, не только… Одни формулы, рисунки, графики, сочленение отрезков. Здесь действительно математическое искусство, это не вопрос. Вот, кстати, это же чертежи той самой… Ну да, я как бы не про такое искусство, конечно, имею в виду. Это красиво. Ну а почему нет? Леонардо да Винчи выбил без золотое сечение, разве… И великий художник, и ученый в том числе. Да, нет, стыки математики и искусства есть. Но мы ушли опять далеко. Все-таки вот ваши 100 уроков математики. Да, они на самом деле для… Ну, они не с четвертого класса. То есть первые четыре года… Вот я хотела узнать, с первых четыре года… Какое ступенье начинать? Дети вместо того, чтобы складывать и умножать, должны быстренько узнать уже все, что будет дальше. Работа с эксами, раскрывание скобок там… Ну, в общем, то, что вот, грубо говоря, нормальная программа первых восьми классов, должна быть первые четыре, а дальше начинается вот как бы освобожденное пространство. Оно для этих детей уже может включать 100 уроков математики. У нас есть вот эта стадия Кесарева – это ЕГЭ. Сдал, забыл… Ну, понятно, да? Это вот Кесарево-Кесарева. Богу-богу, это вот настоящая математическая наука. Как она есть? Вот эта вот, так сказать, конструкция, которую человечество за три тысячи лет аккумулировало. Сложнейшие алгебраические, там, весь этот мат-анализ… Но ведь ее нет в школе. Вот это и плохо. О том и речь. В школе есть либо… Что надо сделать, чтобы это появилось в школе? Ну, вот 100 уроков есть. Это мой ответ. То есть это, по-вашему, такой вот универсальный рецепт. Если ребенок не замотивирован в школе, потому что школе самой-то не интересно… Не так. А как? Если ребенок скучает в школе… Если ребенок не замотивирован в школе, я тут ничего не могу поделать. Если ребенок в школе скучает, математику быстро понимает, все сразу понимает и скучает… А, вот наконец-то, правильно, дошло. То ему нужно… То есть, то он сам найдет эти 100 уроков математики… В принципе, да. А вы их просто предлагаете. В принципе, да. То есть, у вас нет цель заинтересовать в математике того, кто сам ей не интересуется. Нет, ни малейшая, ни малейшая. Это бессмысленная задача, ставить ее бессмысленно, решать невозможно. А вы поясните, почему вы так считаете? Ну, потому что… Обычно… То есть, по-вашему, вы тратите свои силы в холостую? Нет, ну, это… Нет, ну, то есть, это получается, что интерес к математике, как вообще любой интерес. Нет, интерес к математике – это от того, от отрождение, да. То есть, это что-то врожденное. Это нельзя приобрести, вы хотите сказать? Ну, на мой взгляд, да. Вот я в этом… Нет, ну, можно открыть себе его. Иногда бывает, что ребенок просто не знал, он не знал, что такое математика. Ну, так я о чем и говорю. Нужен же кто-то, кто ему это покажет. Если школа этого не показывает, если ребенку он не встретился на пути учителя… Ну, на школу все-таки нельзя пенять. Вот, большинство детей, которые не интересуются математикой, не интересуются не потому, что в школе был плохой учитель. Вот это как бы такая обычная… Это обычная сказка, она не верна. То есть, это неверная парадигма. Ну, это верно для 20%. А для 80% школьников они просто родились без интереса к математике и умрут без интереса к математике. А 20% мы спасем, да. Ну, смотрите, я не думаю, что когда я родилась, я была фанатом классической музыки. Я первые несколько лет ходила в музыкальную школу из-под палки. И я считаю, если бы мне не повезло встретить педагогов, действительно, от Бога, которые сумели меня в этом заинтересовать, я бы потом не посещала концерты филармонии. То, что вы ходили в музыкальную школу уже означает, что вы в нее поступили. Но ведь это был не мой выбор. Это очень непросто. Это был не мой выбор. Нет. Еще раз. Поступили? Сдавали экзамены? Вот я, кстати, этого не помню. Ну, конечно, сдавали. В музыкальную школу поступить очень непросто. И профессиональный учитель послушает, если у вас на самом деле слух. Ну, что там просто ритм отбить? Нет, есть ли слух? Я, кстати, не считаю, что у меня есть слух, несмотря на то, что я играла на скрипке. Ну, это противоречивое утверждение. Нельзя играть на скрипке, не имея слуха. Так что не примените. Нет, это ведь можно развить. Да нет, нет, то же самое. Это вот, ну, как медведь на ухо наступил, и все. Я пытаюсь провести параллель с тем, что, мне кажется, математикой тоже можно заинтересовать. Абсолютно отличная параллель. Музыка и математика – отличная параллель. Но, кстати, мне всегда говорили, что… Человек родился, у него медведь на ухо наступил. Вы можете сколько угодно его музыки учить, он не научится. А у другого не наступил, но, может, иногда он этого не знает. То есть, речь идет о том, что есть как бы три группы, да? Первая вот она встретилась с математикой и была способной. Отлично, все. Значит, для них, пожалуйста, открываем 100 уроков, начинаем. Просто их тоже… Их, если вот не будет 100 уроков, тех, кто интересуется математикой, их, ну, как бы, их начнут разлагать непрерывным олимпиадным движением, которое, как бы, ну, в каких-то масштабах оно разумное. Но, на самом деле, для всего есть мера, да? Если школьник слишком долго увлекается олимпиадой, а не наукой, ну, уже какая-то странная ситуация, передержанный становится. А разве олимпиады вообще интересны школьникам? Конечно. Потому что мне кажется, что олимпиады в большей степени отвечают к амбициям самих учителей. Во всяком случае, на Кавказе это было так. Я ходила на все олимпиады, начиная от физики, математики, заканчивая литературой и иностранным языком. И мне самой в этом не было интереса, потому что я знала, какое развитие мне нужно. Мой старший сын... А учителям было принципиально. Мой старший сын ходит абсолютно на все олимпиады, при том, что его, ну, как бы, его, ну, в лучшем случае, его никто к тому не склоняет, а иногда даже говорят, что все ли ты успеешь, ходя на все олимпиады подряд. То есть для него это просто спорт такой. Он все время на них ходит, и у них там полкласса так делает. На самом деле олимпиадами увлекались довольно много народа. Вот был открытый чемпионат по программированию среди команд, там, восьмиклассников, да, год назад. Никто их никуда не сорганизовывал. Но было 145 команд по Москве собралось. Сами, просто ребята, сами сорганизовались. Никто никуда не пинал. Ну, может, кого-то пинали, но вот, скажем, у них класс выставил две команды, полностью сорганизовавшись от нуля сами. И я бы не сказал, что школьники ходят на олимпиаду из-под палки. Нет. Ничего подобного. Но мне кажется, проблема в другом. Проблема в том, что они слишком много на них ходят. То есть вот, например… А почему в этом проблема? Потому что олимпиада – это не игра, это не наука. В ней иногда проступают определенные, как бы, признаки науки. Некоторые олимпиадные задачи выводят сразу на науку. Некоторые не выводят, некоторые – посередине. Но на самом деле, вот, серьезное дело – это, конечно, изучать математику, как она есть. Это и в олимпиадах поможет, на самом деле. Тогда давайте выясним. И в ЕГЭ это поможет, и в олимпиадах. Тогда получается, что ЕГЭ, олимпиады и, в принципе, школьная система образования в России, она расхолаживает, что ли, детей? Получается, она лишает их дисциплинированности? Ну, не школьная система опять. Значит, смотрите, тут ситуация очень сложная. Ну, вот расскажите, в чем она. Ситуация сложная, она как бы неоднозначная. В чем это неоднозначное заключается? Обычная школьная система рассчитана на просто обычных учеников, которые родились без особенных способностей математики. Так. Эта школьная система хочет их довести до уровня, там, знания дробей и процентов, грубо говоря. Угу. Ну, условно, да, и каких-то геометрических образов. Ну, она как-то худо-бедно с этим справляется. Для кого-то справляется, кто-то забывает эти дроби и проценты уже через день после ЕГЭ. Кто-то, там, кто-то запоминает их, да, умеет с ними оперировать в течение жизни. Да. Но она, вот когда мы говорим школьная система, мы никогда не имеем в виду ту ее часть, которая относится к действительно крутым школьникам. Одаренным детям. То есть это дети одаренные, да? И для них существуют совершенно специальные проекты, ну, типа «Сириус», «Сириус Сочи», да? Туда уже попадают только одаренные дети, их отбирают везде как-то, да, свозят. Все за счет государства, слава богу, у нас. Сейчас мы живем в интересное время, когда одаренный ребенок может быть абсолютно из бедной семьи. Математики. Но это касается только математики и физики. Вы про это сейчас говорите. Про другие науки я просто не в курсе, но, например, в «Сириусе» появились какие-то био-отделения. То есть уже частично и в другие заливаются. Ну, по математику, да, то есть вообще есть целый ряд мероприятий для одаренных детей. Но вас вообще устраивает система образования школьных в России? Сейчас я это скажу. Значит, для одаренных детей, да, существует целый ряд мероприятий. Но все-таки ни одно, даже все эти предприятия в сумме, да, они не могут покрыть вот все 10% школьников, которые, в принципе, априори одаренные и способны к математике. То есть школьников такие гораздо больше, чем существующих сегодня возможностей для них. Хотя возможностей гораздо больше, чем во многих странах, где я был. Я даже не знаю, с чем сравнить. А чем чревато отсутствие этих возможностей? Что какой-то процент из этих 10, они не выучатся того, что может быть. То есть они не реализуют свой потенциал таким образом. Ну, имеющиеся у нас в России 10% чрезвычайно талантливых школьников, они, к сожалению, не все попадают вот в эти вот означенный список мероприятий в Сочи-Сириус и ежеснимия. Хотя, на самом деле, уже довольно, ну, как бы, уже ситуация не то, что, вот, это не исчезающий малый процент из них попадает. То есть процентов, может быть, из них еще 10-15 попадает в эти места. Но, опять же, даже те, кто попадает в эти места, это не регулярная вещь. Он приехал летом, поучился там, потом снова в школе, приходит как в школу, как в камеру хранения, да, фактически. Потом снова, значит, через полгода у него какая-то супершкола. Но и для них тоже хорошо бы, как бы, регулярность какая-то, вот, обучение на регулярной основе к каким-то действительно серьезным вещам. Действительно серьезные вещи — это не Олимпиада. Вы можете предложить вот эти действительно серьезные вещи? Ну, конечно, конечно, это просто, ну, начало математики, да. Основная теорема арифметики и все, что к ней приводит. Движение прямой плоскости, классификации и так далее. Перестановки. Комплексные числа потом на этом всем вылезают. Потом решение уравнений уже, имея комплексные числа, можно делать все, что угодно. В общем, нормальное введение в математику. Вот, там, я за одну минуту изложил. Вот, отлично. Теперь, мне кажется, зрители поймут, почему они должны прийти в Нальчики в сентябре на вашей секции. Все Нальчики, тем более Нальчики — покрытие, так сказать, еще не всех талантливых ребят, как я понимаю, Мурата. Теперь про открытые лекции. Ощущения, вот какие-то ощущения, что вот в каких-то городах более внимательно, более вдумчиво слушают открытые лекции, чем в каких-то других, я не уверен, что это есть. То есть, такую закономерность вы не можете попробовать. Да, просто дело в том, что бывает же как, что просто обстоятельства как-то сложились. Не знаю, там, я устраиваю где-то лекцию в пятницу вечером, и мы все на дачу убежали. Ну, как бы аудитория так, не очень много народу. Но зато бывает, что это самый целенаправленный народ, потому что они не поехали в хорошую погоду весной на дачу, да? То есть, они сделали серьезный выбор. Да, да, да. Но бывает по-разному. Я бы не сказал, что есть какой-то вот такой, что вот, скажем, город Н – это всегда очень круто, город М – это ну вот всегда какая-то фигня. Но есть такая штука. Меня-то зовут в города, где люди к этому готовы. Меня не зовут в те города, где, так сказать, ну вот там в городах, в некоторых городах просто нет человек, который организует мою лекцию. Меня зовут там из некоторых городов, я не буду их перечислять. То есть, вы как артисты, вы сами не предлагаете свои лекции? Нет, нет, нет. Вот такая гора кипа приглашений. Если я сейчас их расставлю, вот сейчас, сегодня, это будет примерно 3-5 лет. Теперь интересно. Вы работаете и со школьниками, и со студентами, подходом? И с взрослыми тоже. Подход тогда вот с этими тремя разными категориями. В чем отличается? Абсолютно. Вот давайте как-то, может быть, если тезисно не получится, ну, по крайней мере, емко. Получится, но все здорово. Нет, со школьниками я считаю работать только с сильными. Тут я, что называется, фашист, как меня называют часто. Вы работаете в индивидуальном порядке? Или это какие-то групповые? Нет, нет, нет. Группа школьников собирается, и я им читаю какую-то очень крутую математику, которую они готовы понимать. И эти лекции можно найти на вашем YouTube-канале, правильно? Все можно. Вот ссылку мы на него оставим. На YouTube-канале все можно, да. Маткульт-привет называется. Саватеев. Маткульт-привет. Набираете и находите. Там все, там сейчас большая помойка, но мы, на самом деле, появились еще люди, очень сочувствующие нашему делу, готовые помогать. И Мурат готов тоже включиться в это. Там, в общем, разные люди, может быть, помогут какой-то порядок навести. Хорошо. Так, со школьниками вы работаете в группу. Да, со школьниками вот так. То есть я… Да, и это сильные школьники. Да, как правило, да. Иногда меня зовут в обычную школу. Бывает, что я принимаю приглашение просто, чтобы мониторить ситуацию. Вот мне иногда интересно приехать в обычную школу. Обычная школа, и это те 10-15% сильных учеников или таких же середнячков. Это совсем процентной дроби уже тяжело. Иногда бывает, что я к ним езжу. И какие тенденции вы наблюдаете? Ну, потому что я хочу наблюдать тенденции, поэтому езжу, да. Какие тенденции я наблюдаю? Ну, я бы сказал, что вопреки многим моим коллегам, то есть я скажу то, что коллеги, может быть, многие не согласятся, я бы сказал, что последние несколько лет вот этот вот самый, так сказать, самый базовый сегмент становится немножко лучше. Так, теперь со студентами. И в чем разница работа? Нет, ну, то есть со школами понятно, да? В основном я работаю с мат-классами, но иногда с обычными ребятами, стараюсь их как-то зацепить чем-то. Я поняла, поэтому вот я прошу перейти к студентам. Да, все равно как бы нужно, чтобы они были заинтересованы, нужно, чтобы учитель был хороший. Я как-то приехал в Кандалакшу. Мне собирают, мне собирают класс, обычный класс. И вдруг я выясняю, что они знают все формулы, они отвечают, и у них такая учительница боевая. То есть учительница иногда важнее, чем… А мы вернулись как раз к тому, о чем мы с вами спорили. То есть изначально вы сказали, что интерес – это что-то врожденное, а тут вы теперь себе противоречите и говорите, что учитель важен. Ну да, непонятно, до конца непонятно, но я же видел другие примеры, в общем проблема. Ну просто, видимо, других бывает чаще, да, и поэтому… Я про них просто не хочу рассказывать, про другие примеры. Мы про это и не будем, но я просто хочу сказать, почему нужны вот эти молодые специалисты, которых вы можете заразить своими интересами и своей страстью вообще делиться этим знанием. Потому что именно от учителя идет вообще желание выйти в науку и посвятить себя ей. Безусловно, те, кто были найдены, были найдены с помощью учителя, это очевидно. Вот, у нас один такой, по крайней мере, очевидно есть. Но все-таки принципиальная разница вашего подхода в работе с учениками, именно со школьниками и со студентами… Нет, а с студентами просто вызывают меня куда-нибудь выступать перед студентами. Как правило, это некоторый город… Вот вы все время говорите про то, как вас зовут, но вы ведь сами преподаете в вузе… Как нет, ну разве вы уже нет? Я не преподаю. У меня в университете Пожарского есть курс математики для гуманитарии, там 10 человек, группка. А, и вы считаете это не преподаете? Ну нет, это два месяца в году, и это очень специфичная ситуация, это совершенно особенное образование, это необычный университет. А почему вы не хотите осесть в одном месте и ввести курс с года в год? Ну тогда же я не смогу ездить, проблема в чем, что я не смогу ездить. То есть, если я буду базово преподавать, я не смогу ездить. Тогда сформулируйте свою миссию, ведь вы ездите не потому, что вам так интересно жить в поездах и самолетах. Ооо, это вопрос интересный, скорее именно поэтому. Но я с детства мечтал все время путешествовать. Но ведь можно путешествовать и при этом никому не дать математику. Но тогда как ты будешь путешествовать? Как ты будешь там сам что-то организовывать куда-то, там билеты брать, да? А так ты ездишь, тебе все берут, везде селят, водят по музеям, это же классно, да? А ты просто лекции читаешь. То есть я сделал то, что я всегда хотел сделать, чтобы я ездил, но при этом это за чужой счет было. Вот как можно свои мечты осуществлять, да? Да, но на самом деле, конечно, я без лекций, я еще и как бы начинаю чувствовать какое-то, вот если я там долгое время лекции не читал открытые, так бывает там зимой, в период каникул или летом, начинает уже зуд какой-то быть что-то. И чем вы занимаетесь в это время? Ну обычно самообразованием, то есть науку, пытаясь какую-то понять дополнительную науку. Ну математики, я говорю, нет вершины никакой. Вы тут обвиняли школьников в том, что они слишком часто ходят на олимпиады, и это отвлекает их от науки, а сами ездите по всей стране круглый год и отвлекаетесь от науки? Да, да, да. А сколько времени все-таки вы ей выделяете? Значительно меньше, чем... Ну вот 10 дней зимой и месяц лет. И ваш вклад каков тогда в науке? Я не занимаюсь наукой, я пытаюсь в ней разобраться. А почему объясните тогда? У меня есть статьи, конечно, но это как бы статьи, их мало. Нет, так в чем тогда разница, объясните между тем, чтобы заниматься наукой, и между тем, чтобы разобраться в науке? Огромное. Занимающийся наукой он должен придумать что-то новое. Понятно. И опубликовать. Это новое может быть сколь угодно унылым... И такие люди называются учеными. И тем не менее он будет ученым, потому что это новое. А вы ученые? Ну, в какой-то мере, да, есть у меня результаты какие-то новые, но мне-то интереснее разобраться в чужих уже доказанных теоремах, которые гораздо красивее, чем все, что я могу создать. И это есть стремление наверх. На самом деле я стою в некоторой позиции к сегодняшней ситуации, когда любой там бездарь публикует... Ну, новое всегда можно придумать что-то, что никогда никто там почему-то не делал. Вы думаете, а разве это не повторение? И каждый такой вот человек, он будет считать, что он ученый, ну, будет, да, формально он будет ученым. А я не буду, потому что я разбираюсь в уже доказанных теоремах. Мне это гораздо интереснее, потому что доказанные теоремы доказывались гениями, которые были единицы всегда во всей эпохе человечества. А если бы я был ученым, я бы был каким-то заурядным сотым ученым в стране. Ну, это же гораздо интересно. А популяризатор я первый или второй. Ну, понятно, да? А почему или второй? Да что Коля Андреев еще есть, он обидится, если я скажу, что я первый популяризатор, потому что он тоже первый популяризатор, мы оба первые. Вы не боитесь конкуренции, что вот так вы будете ездить по городам России и взрастить новое поколение популяризаторов? Вот это будет прекрасно, я спокойно на даче поехал. Тогда мы все-таки поняли, в чем ваша миссия, то есть отчасти и в этом. Ну, на самом деле, да, я же не могу всю жизнь так ездить. Я еще поезжу 10 лет, потом, наверное, хватит уже с меня, уже можно на дачу поехать и уже разобраться в великой теореме фирма, как я доказал. Ну, у вас будет 10 дней в году на это. Нет, вот я хочу, чтобы на пенсии я уже хочу, да, 10 лет. Да, я не хочу уже 10 лет. А вы действительно собираетесь выходить на пенсию? Обязательно. Алексей Анатольевич, вы помимо всего еще страстного увлечения спортом и вообще на твоем канале говорите, что математическая культура неразрывно связана с культурой походов. Вот расскажите, почему вы любите горы, с чего вообще началось ваше знакомство с спортом, как вы в него пришли? Ну да, но я бы не называл это спортом, я бы назвал это физкультурой. А чтобы выделить мой вид физкультуры и отличить от обычной физкультуры, когда человек выходит и пробежечку совершает утром, и потом пару раз отжимается, пару раз отжимается на брусик, да, мы называем это экстремальная физкультура. Экстремальная физкультура для математиков? Да. Экстремальная физкультура. Что это такое? Это термин, который я изобрел. Экстремальная физкультура – это огромные физические нагрузки безопасности. Что это такое? Например, вот взял, пошел вот отсюда, стартанул, за день вот до той вершины, вот так вот здесь вот, допустим, этот склон проходим пешком, и обратно, там 50 километров и подъем 2000. И вот так за день, вот в 6 утра вышел, в 10 вечера вернулся. И что, каждый день прям? Нет, ну не каждый день, конечно. Ну раз в неделю, вы говорите, что что-то осталось. Да, да, да. Мне нужно, чтобы раз в неделю организм получал, ну если не такую, как я нарисовал нагрузку, это совсем для самых крутых, но сравнимую. То есть, ну например, в моем случае 40 километров и подъем 1500 – это вполне хорошо. И для чего это хорошо? Или 70 километров пешком просто без особых подъемов. Тогда я себя буду дальше неделю чувствовать нормальным человеком. А если нет, то просто сосисками. Тогда поясните, что значит нормальный человек, который может ездить с сексами? Ну нормальный человек соображает, да? Соображает, да? Во-первых, здоровье, да? Что если, как бы, я и пропустил такой выход, то у меня сразу начинают подкашивать здоровье. Болеют от сиденья на месте. Вот почему, казалось бы, если человек занимается наукой, хорошо даже, если он пытается разобраться в науке, а не занимается конкретнее. Голова прекращает работать, и все. Просто. То есть, физические нагрузки влияют на вашу работу. Возвращают голову. Сразу же возвращают голову. А как вы к этому пришли? Я просто знаю, что вы из математической вообще семьи. То есть, вы… Да, но у нас мы всегда по ходу ходили. У вас такое есть наследование. Ну все знали, да. То есть, это идет все-таки от родителей. Ну все знали, да. Ну, например, вот мои одноклассники в обычной школе, вот этой простой дворовой школе номер 835, где я учился, да? Да. Они приходили и делали уроки вначале, а потом шли гулять. А вы? Да. Меня первым делом… Вот пообедал? Да. Иди на два часа гулять минимум, обязательно, до пяти вечера. Пока светло. Если ты не погулял, ты не проступаешь к уроку. Пока ты не погулял. Какие еще виды спорта? Ну еще вот… Вот, лыжные палки, видите, я взял. На самом деле, самый любимый мой вид спорта – это лыжи, беговые лыжи. Да. Это нацепил, взял палки и вперед, и фигачишь до упора. Вот на лыжах у нас есть соревнования 100 км за один день. Оно проводится раз в год. Ну, вузов у нас нет, кроме нескольких в Москве и пары-пяти. Расскажите, какие это вузы? Ну, я имею в виду математику. У нас нет. Расскажите, какие это вузы, просто назовите их. Фистех. Фистех раз. Я профессор Фистеху, например, как бы я еще сказал. Это раз. Два. Потом. Матфак выше школы экономики, факультет математический. Почему МИМГУ на втором месте? Это любопытно. Обычно сперва Фистех, потом… Ну, потому что Фистеха и Матфак научились работать адресно. Что это значит? Ну, это значит, что вот представьте себе, что вы гениальная математика… гениальная девушка-математик, да, и… Ну, вам проще представить, что вы гениальная девушка-математик, чем то, что вы гениальный парень, хотя это, конечно, чаще бывает. Ну, пусть вы гениальная девушка. И вот вы идете на МИМГУ. Ну, и, грубо говоря, ну, вы попадаете в общую массу, вам также читают лекции, также ведут семинары. Кто-то, может, из семинаристов скажет, о, вы будете у меня писать диссертацию. Не потому что вы такая красивая, а потому что вы гениальная, да? Это может быть. Но это бывает как бы редко. На МИМГУ это не очень поставлено на поток. А на Матфаке и в МФТИ это как бы… это вот норма. Это норма. Вас возьмут, сразу возьмут и скажут, вот, все, теперь мы вас не отпустим. Вы будете здесь писать, вы крутая. Ну, понятно. Это адресный подход. У вас было интересное замечание о том, что… И в Питере, соответственно, Чебошевка. Ну, Чебошевская группа, но вообще, СПБГУ, как бы, там, Стас Смирнов, у него лаборатория. У вас было интересное высказывание о том, что, в принципе, да, когда сильные выпускники школ сдают ЕГЭ и поступают в ВУЗ, то ВУЗ как бы и конкретный факультет делают сильным. Как раз вот эти самые сильные ребята, которые туда пришли. То есть человек… Более того, на самом деле, сильным его делают не те, кто круто сдает ЕГЭ, а те, кто призер Олимпиад. Ну, даже… Это гораздо более высокий уровень, чем сильно сданный ЕГЭ. Просто почему вот все более-менее, да, одаренные ребята, они, соответственно, натянутся либо в МФТИ, либо в ВЫШКУ, либо в МГУ. Да, но вы говорили, что если условно все эти сильные выпускники и олимпиадники, да, вчерашние школьники договорятся и поступят, не знаю, там, в РАНХИКС, то РАНХИКС выйдет… Еще преподавателей надо, чтобы им привели тех, которые могут им вести. Потому что… Вот я как раз… Отлично, отлично, что в этой стороне… Ничего не хочу сказать про РАНХИКС конкретно. Но если мы возьмем просто абстрактный ВОЗ, абстрактный ВОЗ, то в нем преподаватели, которые в нем есть, они не способны учить этих детей. Здорово, вы сами ответили на мой вопрос, потому что… Это двусторонняя связь. Почему? Я заметила, да, вот, что одна составляющая, ее не хватает в РАНХИКС, да. Четко. То есть, опять же… Эти верят те, что эти гениальные, эти верят те, что эти гениальные. За счет этого и происходит все, да. То есть, мы опять не возвращаемся к проблеме кадров, потому что… Проблема кадров, да. Нужно новое поколение учителей, современных… Обязательно, обязательно. И если в математике еще есть возможность некоторое время пожить за счет ВОЗа обратно тех, кто слинял, уговаривая их всеми правдами и неправдами, то я не уверен, что во всех других науках есть такая возможность. То есть, как бы в математике у нас еще есть некоторый буфер, мы можем привозить из-за рубежа тех, кто уехал от нас, обескровливая эти хищные страны, страны-ворюги, вот эти всякие там Англии, Франции, Америки. Это у вас принципиально, да, где родился, там и пригодился? Ну, надо, чтобы на русском языке это происходило, потому что, когда человек меняет свое языковое окружение, и придавая свой язык и свою культуру, он начинает все делать на английском, он уже не очень понятно, русский или нет. это очень плохо. Я хочу сказать, что не надо заставлять людей заниматься тем, что им не по душе. В этом плане я возвращаюсь к все-таки к своему первому пункту. Не надо заставлять детей учить математику, если им она не нравится. Ну что, вы выберетесь, выбьете какую-то формулу, чтобы понять траекторию движения в этой технической модели, которая есть? Ну там, да, там суперпозиция трех движений, в принципе, в механике это делается. Ну, тогда мы ждем новых роликов на YouTube. Иркосинус фейнсис. Ну, там, да, лучше в наймчике тогда. А, да? Отлично. Может быть, тогда особенно заинтересовавшимся ребятам после лекции в наймчике, да, которые снова повторим. Видимо, я сейчас подумаю, как бы, на самом деле, довольно просто. Там просто сумма. Ну вот, не рассказывайте, да, не рассказывайте. Пусть останется какая-то интрига и кто-то поработает, это может быть. Ладно, большое спасибо. Спасибо. До встречи на лекции 23 января. Да? Да, и в сентябре. И в сентябре уже, о! Целый цикл. Спасибо.